Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня. Хочу прочитать из послания к евреям 10 глава 14 по 17 стих. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О всем свидетельствует нам и Дух Святой. Ибо сказано, вот завет, который, замечая им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззакония их не воспомяну более. Такое замечательное слово написано здесь к евреям. То есть одним приношением Господь один раз умер. Один раз умер за грехи всего мира, но и за грехи каждого человека отдельно. И Он сделал совершенными освящаемых те, которые растут, которые освящаются Богом, которые впускают Его в сердце, которые идут к Нему ближе и ближе и ближе. Он их сделал совершенными, одним приношением, не надо больше ничего. Бог сделал один раз все навсегда. С Его стороны все сделано. С нашей стороны иногда надо то и другое делать и приближаться, приближаться к Нему и расти в Нем. Вот интересно здесь написано, что Он напишет в наших сердцах свой закон. Свой закон, закон Христа прямо в наши сердца. Раньше они были написаны на каменных скрижалях. Моисей их видел, как Бог написал, так сказать, в горах спустил на скрижалях. Вот это был закон Божий. А теперь в Новом Завете, после того, как Христос пришел на землю, после того, как Он родился, умер за всех, воскрес, эти законы записываются в наши сердца. И это так важно, чтобы мы замечали, что они записаны. Если, допустим, кто-то из нас, ну не мог прощать, а теперь может прощать. Кто-то был жадный, ну каждую копейку, особенно если на доброе куда-то делал, он пересчитывал, пересчитывал. А теперь вдруг свободно может отдавать для Господа. Или кто-то завидовал соседу, завидовал всем людям, у них лучше машина, у них лучше семьи. А теперь вдруг зависть ушла. И на место этих качеств пришла доброта. Мне интересно одно свидетельство. Он был директором школы, да, в школе инвалидов, это недалеко от города Фрайбург была эта школа. Он, так сказать, ну часто участвовал в 40 детей, буквально сидит в своем отделе и слышит внизу дерутся дети. А дети инвалиды иногда очень больно били друг друга. Он бегом спускается вниз. И однажды вот так он сбежал вниз, они дерутся. Он схватил того, который больше бил за рукой, и одним движением так крепко, что рука сломалась. Да, быстро позвали врача ему, так сказать, положили шину. Но он поднялся наверх и говорит, Господи, в моем сердце нет Твоего закона. У меня вот как что-нибудь вспыхивает, вот этот гнев, эта ярость, она просто непреодолимо меня влечет. И он начал искать в Библии, где же написано, что Бог освободил его от вот этих внутренних качеств. И в какой-то момент он нашел до этого стиха, он уже у пророка Еремии в 33 главе записан. И теперь к евреям в 10 главе Бог повторяет это место. Бог обещает записать в наши сердца закон Божий. И именно записать его то, потому что Бог милосердный, Бог добрый. Он прощает людей. Он, так сказать, необыкновенный этот Бог. И вот так он свои законы записывает в сердце человека. Он просто по-детски попросил, Господи, я Твое дитя, но вот я не вижу этого закона в моем сердце. Запиши мне этот закон, пожалуйста, в моем сердце. Интересно, следующий случай был опять. И внизу дети дерутся. Он сбегает с первого этажа вниз и смотрит, где они между собой. Он влетает, между ними становится. Один мальчик бьет, он ловит его, так сказать, эти удары. Он говорит, нет, ты его не ударишь, нет, ты его не ударишь. Сам получает некоторые из этих ударов. Потихоньку гнев у всех спал. Он позвал, так сказать, этого мальчика наверх к себе в комнату и говорит, знаешь, я люблю тебя. Если у тебя есть проблемы, приходи ко мне. Мы с тобой поговорим. Ты мне все скажи. Мы помолимся с тобой. Да, он мог ему сказать вот такие слова, но Бог написал в его сердце. Это так здорово. Я знаю, одна женщина, она была женой человека, который был большим проповедником. На Кавказе он проповедовал. В церквях люди каялись. Часто он подолгу оставался на собраниях с другими, молился. Придет домой, она говорит, ну где ты так долго был? Опять ты с кем-то? Что-то долго так и все. Она сама знала, что он делал доброе дело. Но вот почему-то была в ее сердце такая ревность. Она не знала, как бороться. Она видела, что закон Божий не записан здесь. Должно уйти вот это качество. Она пришла как-то с ним перед собранием, сказала, дорогие братья и сестры, вот в моем сердце ревность. Я знаю, я мучаю моего мужа. И это неправильно. Помолитесь за меня. Она вот так смиренно просила. Бог убрал из ее сердца, записал свою доброту на это место. Она никогда больше не ревновала, никогда больше не устраивала сцен из-за того, что он дольше задерживался где-то. Интересно, Бог записывает свои законы в наши сердца. И это так здорово. Представляете? Еще раз прочитайте. И он говорит здесь, завещая, после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий не воспомяну боли. Вот так вот. И это он сделал одним приношением, тем, что Христос умер на кресте, тем, что он понес грех всего мира, твой и мой, и то, что он воскрес, для того, чтобы могли жить в нем об обновленной жизни. Но для меня так дорого, что он записывает свой закон в наши сердца. Просите его, если это еще не случилось. Смотрите, какой он был, чтобы его закон вошел и в нас. И да будет благословен ваш день, благословен ваш год. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok